Продолжение следует... Продолжение следует... Мы рассматриваем историю только так, как нам ее показывают, как нам рассказывают, мы должны верить. Нам рассказывают про Петра, про всяких царей Александров, Николаев. А если их не было? Вот подойдите к такому моменту, если вообще этого в истории никогда не было. Возьмем чистого листа. Нам известно, что было строительство Транссибирской магистрали в 1890 году. Почему оно было, это строительство начато, мы не знаем. Чтобы соединить, конечно, Китай и Европу. А куда делось старое сообщение? Ведь оно было в цивилизации прошлых лет. Это сообщение, несомненно, было. Но нам показывают, что мы из каменного века, из какого-то медного или металлического, мы, друзья, перешли сразу в наше время. Нет, совершенно все не так. Я так полагаю, что возможно, все только возможно, что навязывался царь в виде царя, нам Николай II, навязывался как раз Китаем и Японией. Кто из них был главнее в это время, об этом тоже можно говорить и разбираться. Но именно Азия, Япония и Китай навязали нам Николая II. Возможно, его вообще не было до этого времени, и он только-только появился. То есть он вообще только появился в это время. И вот когда он появился, а появился он, делал свое путешествие, и потом в 904 году, я так понимаю, он начал оттуда входить в страну, в Россию со стороны Сибири. И когда он ехал со стороны Сибири, в Сибири начались восстания. Вероятнее всего, Николай II шел с большими войсками китайских клонов, китайских солдат, шел как раз на Сибирь. Именно оттуда он с Сибири шел со стороны Китая, начинал свой поход на Россию. Это не было путешествие по Китаю. Это был заплыв со стороны Азии огромного количества китайских солдат в Россию. В Сибири, 1904 год, найдите информацию. Ее все изъяли, ее вообще практически нет. Та информация, которая только недавно еще была в интернете, за 1904 год, она вся исчезла. Ее уже нет. То есть информация по тому, что происходило в 1904 году, что там происходило крупнейшее восстание всей Сибири. А это не восстание было. Это была обычная война. Обычная война была в это время. То есть Николай II шел с войском. Надо так понимать. Я не берусь ничего утверждать. Я пока сама так же изучаю историю, как и вы. Строю свои догадки на том, как я собрала материал, и на этом строю свои догадки. Но материал собирается не за пять минут и не за два-три дня. Нет, материал собирается довольно долгое время. И ты прогоняешь через себя этот материал и понимаешь, что эти 130 лет назад, возможно, вообще только Николай II входил в Россию. И 1904 год был годом большой войны, когда были применены также геооружие и прочие вещи, которые повлияли на погодные условия. И в это время цунами и штормы, ураганы накинулись на Сибирь и на Россию. И эти штормы помогли тем захватчикам, которые пришли на Русь, на нашу страну, захватить нашу страну. И они уничтожали все население нашей страны, на которой мы сейчас с вами живем, на нашей земле. Мы считаем ее наша земля. Была ли она нашей землей? Или здесь жили другие люди? Огромное количество народностей и количество людей тоже было немерено. Но мы теперь не знаем. Нам кажется, что 150 миллионов на нашу громаднейшую страну, нам кажется, это достаточно. А теперь уже их нет. Уже в пять раз сократилось население. Но мы этого не видим и не понимаем. И нам кажется, что достаточно еще населения. И что якобы нехватка ресурсов порождает войны. Нет, такого быть не может. Нехватка ресурсов не порождает войны. Порождает войны только неумением системы государственной власти управлять народами. Когда народы выходят из-под контроля. Именно в это время наступают военные действия. Большое количество людей на земле вредно для управления. Ведь те, кто находятся у руля власти, они не могут, не имеют возможности управлять большим количеством населения. Это значит, что в каждой области провинции должны быть у тебя свои руки и свое зрение. А если ты бестолковый и не умеешь управлять, значит у тебя в этих провинциях нет ни рук, ни зрения. Значит, что нужно сделать? Значит, необходимо просто уничтожить все эти провинции и согнать все население в несколько больших городов. Где этим населением можно управлять вполне себе нормально. И поэтому существуют войны, существуют различные антинародные действия, диверсии, которые скот уничтожают, которые с людьми поступают не по правилам Конституции. И, соответственно, оставшаяся часть небольшого населения начинает впадать в прямую зависимость от тех, кто управляет. Вот когда людей мало, то ими легко управлять. Когда людей много, ими управлять невозможно. Поэтому войны и всякие сказки о том, что нехватка для вас ресурсов на земле – это все баллады, песни военных времен. Это все неправда. Но это мое мнение личное. Я Таня Карацуба, Сеидбурхан. 2 мая 2024 года. 26 октября 2017 года. Я продолжаю. Это вторая часть материала о фальшивых останках семьи Николая II. Тема, конечно, запутанная. Тема, запутанная ведь не нами с вами, а тема, запутанная еще на большом государственном уровне, это ведь шло как мировой заговор. То есть, вся история, которая была настоящая до нашего с вами времени, она вся покрыта мраком и тайной. Здесь есть, конечно, своя интрига. Есть причина. Однако же, пока мы до нее не доходим, мы начинаем вторую часть о Николае II. И, конечно, очень много лжи. Но для чего это ложь? Почему именно эту ложь нам пытаются навязать? Об этом трудно понять простому человеку, потому что люди не понимают, а в чем же интрига и зачем? Ведь это и так недосягаемо для людей. Вся жизнь Николая, его семьи, она недосягаема для людей. Поэтому зачем такая глобальная ложь, как вы понимаете? Она вроде бы и ни к чему. Однако же, ложь существует. Большая, большая ложь. И многие страны, правительства, в каком-то сговоре против населения планеты, для того, чтобы не дать эту самую правду о семье. И на каком-то этапе стала вдруг доступна та новость о том, что у Николая II были двойники. И не просто его собственные двойники, а двойники его семьи, то есть жены и детей. И таких семей было семь. Семья была отмерена семь раз. Семь двойников, двойниковых семей было у Николая II. А сегодня, когда наступает тот самый момент ознакомления с завещанием Николая II, а может быть, это и не завещание Николая II, а завещание, которое Николай II передает из одних руки в других. Это то завещание, которое было, когда-то получено Николаем II. и которое дало ему право на управление миром. А затем далее он передает по наследству. То есть он должен передать в следующие руки. Вот это тот самый тестамент. Где он хранится сегодня, этот тестамент? Так вот, считалось, что завещание, то самое завещание Николая II, то бишь Георга V. Здесь, видите, каждый раз нужно говорить с оговоркой, потому что многие не знают предыдущих моих роликов, и они хватаются за последние фразы, а потом и говорят, что не совпадение. Здесь надо просто понимать. И лучше слушать предыдущие ролики, чтобы понять то, что я говорю уже сейчас. Но буду вот так чуть-чуть расшифровывать, чтобы не было двойственности в ваших головах. Для меня все четко, ясно и логично. Но у вас происходит двойственность, то есть непонимание, несовпадение одних фактов с другими. Так вот, что касается тестамента. Тестамент Николая II, то есть его завещание, которое существует, он передал якобы в банк. Причем одни думают, что банк этот находится в Швейцарии. Другие думали, что банк находится в Британии, потому что в Британии якобы в банке братьев Беринга. Вы помните Беринга в пролив? Мы все время говорили о Беринге, о каком-то там Беринге. Вот вам и братья Беринги, где лежит золото. Потому и Беринга в пролив, а не потому, что какой-то там был мореплаватель. А вот он, Беринг. Тот самый Беринг. Именно в честь него назван пролив между Чукоткой и Аляской. Этот самый Беринг. Так вот, у братьев Беринг хранилось золото. Личное золото якобы Георга V или Николая II. Так его обозначаем мы для себя в России. Потому что для Британии это не так. Но для России это так. Николай II. И 5,5 якобы тонн золота. Конечно, для простого человека это большая, огромная сумма и цифра, и тоннаж этого золота. Но, друзья, за столько лет после якобы убийства Николая II, а нам рассказывали, что это было в каком-то еще в 1918 году, то за столько лет, понимаете, наша Россия уже сто раз бы переплюнула этот тоннаж. Так зачем за ним охотиться? И вы же понимаете, что ни одна страна в мире не будет вести такую дурацкую, что называется, пустую охоту за тем самым золотом, о котором говорится, что якобы оно лежит в банках братьев Беринг. Это золото, якобы. А под ним как раз и подразумевается тот самый тестамент завещания. Это самое ценное, а не золото. Это золото, которое якобы у братьев Берингу в банке хранится, оно не может быть выдано никому из родственников, пока сам Николай II не будет признан умершим. А умер ли он? Мы до сих пор не знаем и сегодня, умер ли он. Да, мне когда-то некоторые родственники Романовых говорили, те, кто, скажем, близко общался, говорили, что якобы Николай II, то есть Георг V умер в 1953 году в Женеве. Я это объявила, потом люди стали подхватить эту новость и стали выдавать ее как за собственную. Но, конечно, до моего объявления она не существовала в интернете, эта новость. Вот мне когда сказали, через некоторое время, причем не сразу, сразу я решила не выставлять эту новость, подождала какое-то время и потом я выставила ту новость, которую я узнала, что Николай II, Георг V якобы умер в 1953 году только лишь. И умер он в Женеве и захоронен якобы в Женеве. Но у российской-то стороны, так как они не признают идентичности Георга V с Николаем II, здесь российская сторона попадает в собственные селки. То есть нет у нас документа о смерти Николая II. Потому и была придумана та самая могила. Та самая могила в Екатеринбурге. И мы, российская сторона, просила весь мир подпевать нам на этой волне. То есть мы состряпали такую легенду о том, что вот есть могила, найденная в 1946 году, сразу после войны. Вы не находите это странно. И после этого мы стали просить другие страны, такие как Китай, Америку и Англию, ну, не противоречить нам. Но им тоже не нужно было это в свое время, поэтому они так охотно шли. Тем более российское правительство щедро оплачивало эту ложь деньгами, золотом, конечно, золотом и алмазами. Мы оплачивали эту ложь. А сегодня, вот уже на протяжении многих лет, на протяжении, начиная с той самой перестройки, мы начали оплачивать эту ложь своими землями. Причем начали мы оплачивать эту ложь с... Откуда? Я вам скажу. Начали оплачивать эту ложь с Дальнего Востока. И оттуда мы кусочек за кусочком, кусочек за кусочком отдавали. Мы отдавали за ту самую ложь, которой мы пользовались. Я имею в виду наша государственная структура. Но для чего-то ей нужно было, нашей государственной структуре, пользоваться этой самой ложью. Так вот, написано в условии озвучивания, то есть открытие этих банковских ячеек и одной той самой банковской ячейки, где хранится тестамент, было написано о том, что без свидетельства о смерти Николая II эта ячейка с тестаментом не будет открыта. Следовательно, по британским законам, так как это банк Британии, братьев Беринг, то по британским законам не может быть выдан тестамент, поскольку он является, вот этот человек, то есть в данном случае Николай II, он является отсутствующим, без вести пропавшим. И неважно, сколько времени прошло, 50, 100, 150. Ведь по генетическим возможностям человека, человек может жить долго. Он может и 100, и 200, и 300, и 700 лет прожить. А потому он без вести пропавший. А раз без вести пропавший, ну как бы он так может представлен, да, поскольку были заявители на этот самый тестамент, то в таком случае нужно ждать свидетельства о смерти. То есть, чтобы подтвердили другие, что он действительно умер. Ну и для этого, конечно, в России начали стряпать, стряпать, как вы помните, захоронение, потом канонизация этих самых останков семьи. Конечно, здесь не сладко пришлось тем самым семи семьям, потому что их одну за одной убирали, убивали. А для чего? Ну, конечно, для того, чтобы выдать их за останки Николая II. Понимаете, вот когда создавались эти клоны семьи, их было семь штук, а семья Николая II была восьмой по счету. Это такое женское число, такая вот печать женской энергии, женского существа, да, женских энергий мира. И поэтому она была восьмой, семья Николая II. Так вот, все семь семьей, вы понимаете, они когда-то создавались, и дети были, то есть детей подбирали более-менее похожих, клонировали, подбирали из других семей, потому что эти самые дети, скажем, даже семья Филатовых, они не были родными детьми, они были принятыми, создавали из разных семей, брали детей более-менее похожих, а возможно и просто клонировали. Но здесь произошло, конечно, в будущем совершенно, как бы, может быть, не продуманное, но однако же довольно логичное свойство, что все эти дети, когда стали подрастать, они не стали похожими на детей Николая II. Но это и логично, и естественно, что они не стали быть похожими на детей. Каждый из них вырастал. Они не были идентичны генетически изначально, поэтому они и росли разные. Так, например, вот выдали семью убитую, конечно, вроде бы убитую, семью того самого Филатова, который являлся копией, его семья являлась копией семьи Николая II. Так вот, у него в семье дочь Анастасия, которую выдавали, и много-много ходила сплетен по этому поводу, дочь Анастасия, она выросла и стала худенькой девушкой, 171 сантиметр ростом, высокая, рослая девушка. Ну, вы помните, да? У Николая II, в принципе, он карлик, он маленького роста. Откуда у него такая дочка? Так вот, его собственная дочка, дочь Николая II, якобы. Но это опять-таки, видите, то, что я могу взять в интернете. Это я не от родственников информацию беру, но его собственная дочка была якобы ростом 1,58 сантиметров. Довольно-таки пухленькая. Видите, получается, уже не совпадение. А об этом не подумали, потому что на тот момент это было неважно. Важно было просто иметь 7 семей, 7 клонированных, искусственно созданных семей, и они были отвлекающим маневром. Ну, и поэтому вот много сегодня претензий, потому что эти 7 семей ими пытаются воспользоваться. То есть мы знаем одну, знаем еще одну семью, но ими сегодня пытаются воспользоваться для того, чтобы как раз что сделать? А открыть этот самый тестамент. Именно для этого пытаются воспользоваться этими семьями. И, конечно, часть из них еще жива, но не всех 7 ведь убили, не всех 7 семей расстреляли. Поэтому вот их используют, как таких подставных уток, что ли. Знаете, когда на болоте охотник выходит и подсадных уток резиновых рассаживает на болоте. Так у меня папа ходил когда-то на охоту с резиновыми утками. И я хорошо их знаю. Дома у себя видела этих самых резиновых уток. А потом сидят охотники в зарослях и крякают, чтобы призвать стаю птиц с неба. Ну вот так же и здесь примерно происходит охота на тестамент. И поэтому пытаются любую семью, которая из оставшихся живых, выдать за настоящую. И эти семьи бьются тоже за то, чтобы обогатиться. Потому что эти семьи сегодня живут небогато. Их снабдили на какой-то период времени. Их снабдили деньгами. Они жили более-менее прилично. Но потом о них все забыли. Но кому они нужны? Потому что семья Николая Второго, Георга Пятого, шла уже своими семимильными шагами по миру. Ну а здесь вдруг раз, и мир стал меняться. Мир стал меняться, и поэтому такая получилась ситуация, что эти семь семей стали никому не нужны. Их сбросили со счетов. Выживайте, как хотите. Выживайте, как знаете. Как вы понимаете, Генпрокуратура не случайно выписала свидетельство о смерти. Это то, о чем я говорила в предыдущем своем ролике, что Генпрокуратура выписала свидетельство о смерти Николаю Второму. И там было указано, что место рождения неизвестно, место деятельности тоже неизвестно, и вообще все неизвестно. То есть они стали брать на себя ответственность. О том, что он был царем, оказывается, тоже неизвестно. Вот такое свидетельство выписали, довольно-таки смешное. Выписали свидетельство в Генпрокуратуре. А для чего они выписали? А для того, чтобы как раз вот некая группа граждан стала обращаться в тот самый Банк Беринг. Но банк не признал этот документ. Там требовали решения российского суда о том, что Николай Второй умер. И вот это, то самое, те самые канонизированные остатки, которые захоронили в Петропавловской крепости, якобы, вот, как Николая Второго, что это настоящие останки. Но однако же, однако же, это ничто не подтвердилось, потому что к процессу подключился японский ученый, который доказал, что это совершенно все не так. То есть, те останки, которые захоронены, возможно, это останки семьи Филатовых, но никак не Николая Второго. Ну, а дальше вообще случается такая вот интрига. В 1995 году банк Беринг перестает существовать. Ну вот взял и перестал существовать. И вот, что написано, я вам могу сейчас прочитать. Есть такая запись в Википедии, да, вы можете открыть и сами почитать, что банк братьев Беринг существовал с 1762 по 1995 год и являлся одним из старейших торговых банков мира. Берингбергбанк, так назывался, до своего краха, который был вызван крах в 1995 году. Ну, якобы, там была какая-то махинация одного из служащих банков в 1995 году, и поэтому, якобы, его закрыли. Но вы же понимаете, да, что это все отговорки. Просто слишком активизировалась вот российская сторона и стала шлепать один фальшивый документ за другим. Ну, поэтому и решили закрыть этот Берингбанк. Ну, а куда же делось все, что там хранилось? Понимаете, эти все пять с половиной тысяч тонн золота, куда оно делось? Даже себе представить не сможете этот объем, громадный объем этого золота. Но не в золоте опять-таки дело, да, а дело в тестаменте. А здесь совершенно иная интрига. Интрига, о которой я вам расскажу в следующей части. Это будет, вероятнее всего, четвертая часть. Сейчас это вторая часть из моего рассказа. А вот, скорее всего, в четвертой части я расскажу, а где же сегодня хранится тот самый тестамент? И что случилось? И куда? Вот эти все якобы документы из банка братьев Беринг перекочевали. С вами я, Таня Карацуба, Сиитбургхан. Сиитбургхан